Невероятное сочетание древности, новых технологий и глубокого содержания. Владимир Путин посмотрел в Крыму постановку «Грифон», она идет на сцене музея Херсонес-Таврический в Севастополе. Античные памятники начинают играть совершенно по-новому, благодаря зрелищным спецэффектам и прекрасной музыке. А еще президенту рассказали о планах по развитию заповедника. В ближайшие годы там появится музей христианства, археологический центр и единственный в России музей Византии. В Херсонесе-Таврическое можно заглянуть не только в прошлое, но и в будущее. Президенту показали, как будет развиваться заповедник. Кроме необычной сцены у самого моря, здесь появится музей истории христианства, который планировали создать более ста лет назад. Я сюда пришел для того, чтобы вам представить нового директора. Новым директором назначен отец Сергий. Согласованно и назначена кандидатурой отца Сергия. Дальше. Мы в этом направлении, я считаю, что это все решение правильно, оно поддержано не только Министерством культуры. Мы в Херсонесе, как вчера было сказано во время празднования, и до этого было сказано в речи Владимира Владимировича, он должен стать местом поклонения не только просто музеям, но и святым местом для всей России. Вот теперь заживем. Поэтому я вам представляю нового директора отца Сергия, и он с этого момента вступает в исполнение своих обязанностей. Все, дорогая телезрительница, я подключил вас к каналу «Удачи и успеха в торговле». Сергей Иванович, у нас есть позиция коллектива, надеюсь, вы разрешите нам ее высказать. Знаете, давайте так. Сергей Иванович, а может ли вам все отдельный вопрос? Подождите, отдельный вопрос зададите. Давайте так. До начала. Должность директора, она невыборно подтверждает. Она назначена, совершенно правильно. Но у меня есть вопрос к губернатору. Тихо и посреди. Да, слушаю вас. Обратится к губернатору. Камералу. Извините, подождите. Камералу. Слушаю вас. Слушаю вас. Подождите пока, давайте по одному. Да подождите вы. Я вас выслушаю. Но сначала, знаете, я стою перед вами в костюме с галстуком, а вы стоите, руки в карманы. Вы их в карманы хотя бы вытащите. Я вас выслушаю. Слушаю вас. У нас рабочая форма такая. Мы работаем на жаре. Я не сомневаюсь. А вы работаете в калинете с кондиционером. У нас немножко разные варианты. Так вот. Слушаю вас. Послушай. И как мне, человеку с двумя французскими дипломами, со степенью и прочего, подчинят... Я хорошо отношусь к концу сергии. Мы знакомы. Все нормально. Но как мы будем работать? Нормально будете работать? Нормально? Как работает в Троицко-Севергерской лавре? Как работает в Троицко-Севергерской лавре? Подождите. Как нам... Послушайте. Разряда светского музея в церковь. Послушайте. Давайте не будем на меня повышать голос. Я купил время у хозяина канала, что я целый час буду выступать и говорить. А портить мне эфир последний не позволю вам. Поэтому сидите и молчите. Обе. Понятно? Я не повышал пока голос. Я сказал, я попросил человека, который задает мне вопрос. Я стою в костюме и в галстуке. Что это за гадость? Я говорю о галстуке. Чем же гадость? Шикарный галстук. Поэтому это нормальное время. Это не нормальное время. Все это получается. Уважаемые друзья. Уважаемые друзья. Решение принято. Решение принято. Процесс запущен. Слушаю вас. Коллектив государственного бюджетного учреждения культуры города Севастополя, национальный заповедник Херсонес-Таврический выражает свое глубокое непонимание и возмущение кадровой политикой и руководства города Севастополь. Это античный памятник мирового уровня. А хора Херсонеса по своей сохранности вообще не имеет аналогов в мире. Херсонес – крупнейший в Крыму научный центр, в котором работает 60 научных сотрудников, обладающих одновременно уникальными знаниями в археологии, антропологии, нумизматике, реставрации и других дисциплинах. Дело кончится тем, что Херсонес из научно-просветительного центра превратится в религиозный. Коллектив заповедника настоятельно просит пересмотреть решение об увольнении Кулагина и назначение на пост директора отца Сергия Халюта. Мы уверены, что это решение было импульсивным, необдуманным, а последствия могут оказаться катастрофическими, в том числе и на международном уровне. Пока не поздно, нужно его пересмотреть. Здравый смысл должен восторжествовать. Я думаю, вам понятен коллектив. Мне все понятно, уважаемые друзья. Будем басталоваться. Поэтому, поэтому, что? Кто это сказал? Поднимите. Я тебе объясню. Зайдешь до меня окремо. Поясню. Будете бастовать? Будем бастовать. Друзья, друзья, каждый должен, каждый делает все, что он считает нужным и в правом поле. Надо быть очень компетентом в своем уровне. Послушайте меня. Значит, решение мной принято. Я ваше обращение... Ради Бога, мы приняли решение в предыдущее объединение. Вы тоже его приняли. Все нормально. Проходили, плавали, знаем. Ну, хорошо. У нас все... Я еще раз говорю. Все известно. Все понятно. Решение принято. На каком основании? На основании того, что я... Моих полномочий. Он имеет право без... Я еще раз говорю. На основании моих полномочий я имею право и не принимать такие решения. Но это же незаконно. Я здесь закон! Накомите, пожалуйста, кто согласовал на вопрос... С министром культуры. Высказывание министра культуры Владимира Мединского произвело большой переполох в научном мире. В интервью калифорнийской газете «Русская жизнь» Мединский предложил, что неисчезность лица земли, подобно скифам и сарматам, русской нации помогала лишь лишняя хромосома. То есть 47-я. А в доказательство такой же участи народа привел несколько примеров из истории. Я считаю, что после всех катастроф, которые обрушились на Россию в 20-м веке, начиная с Первой мировой и заканчивая перестройкой, тот факт, что Россия еще сохранилась и развивается, говорит, что у нашего народа имеется одна лишняя хромосома. Интернет-сообщество не на шутку взбодоражено. Блогеры считают, что Мединский занизил интеллект россиян, ведь непарное количество хромосом является признаком умственного отклонения. Я имею право и полномочия. Должность, долг, подчеркиваю, я оцениваю своего подчиненного. Я его вчера все выискал. Имею право. Полномочия. Кто же вас устроил? А впрочем, я догадываюсь. Ну да. Швандер. Человек еще не начал работать. Не долго. Не будет. Вы надеемся, что он не начнет. Думаем все наше. Не будет, не будет. Отвечем. Пока что человек поглаживает трест и почесывает свою заглянем потолок. Мужчина. 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 Вам плохо? Что случилось? Вы попали в аварию. Нет никакой аварии. Я служил в церкви, да? Я сейчас призову любую экспертизу. Удар был сзади. Я пьяный. Может быть, вы пьяные? Нет. Я не пьяный. Вы себе имеете оружие? Ну, было. Там 3 миллиона денег. И учи, учи, давай сюда. Куда вы такую сумму? Везли. Всегда я вообще. Я не обязан отчитываться за свои действия. Обязан. Обязан. У меня не соответствующие руководители, перед которыми я читаю. Сопа народа. Богофа. Вообще кто? Всегда нужно смотреть и слушать, что я говорю. Неинтересно, значит, пожалуйста. Пока мы будем митинговать, вы митингуете. Я прошу вас ответить на вопрос. Вы митингуете, уважаемые друзья. Я говорю еще раз, замолчите, заткнитесь. Понимаете? Я веду свой эфир. Вы молчите, пожалуйста. Я буду выступать сейчас. Вы что делаете сейчас? Вы мне мешаете. Нет. Я выступаю. Вы хотите прийти к тому, чтобы, как в одном из сопредельных государств, да, утверждаем, не утверждаем и так далее. Такого не будет. Решение примет только один человек, глава российского государства. Я принял положение, которое я считаю правильным. Вот именно вы считаете. Да, я считаю. Вы удельны князь, чтобы принимать такое решение. А я не удельник князь. Я действую в рамках своей полномочия. Я считаю, я действую в полномочию. Игорь. Игорь. Перестаньте повышать голос. Я скобляю. Я скобляю. Не кратите. Вы не повышаете. Это вы, это вы не своей головой думаете. Нет, скорее вы. Вы не забывайте. Нормально. Великая. Вообще-то, испокон веков занималась наукой. В том числе. Нам надо начинать уничтожать ученых во всем мире. Пока нас не загубили до конца. Надо создавать межгосударственные структуры, международный экологический трибунал, новом международном законодательстве, силовые структуры, которые этим будут заниматься в межгосударственном плане. И как бешеных собак их находить во всех странах мира наиболее талантливых и уничтожать на месте. Мир долгим не бывает. Мир сейчас тоже долгим. Слава Богу, не будет. Почему я говорю со слава Богу? Общество, в котором слишком много сытой и спокойной, беспроблемной, комфортной жизни. Это общество, оставленное Богом. Это общество долго не живет. Вот баланс между светскостью и религиозностью в конце концов, наверное, выправит сам Бог, вмешавшись в историю и послав страдания. Страдания, которые в этом случае пойдут на пользу, потому что они позволят опомниться тем, кто слишком привык жить тихо, спокойно и комфортно. Вот здесь, вот здесь написано. Видишь? Видишь? Написано. Вот здесь написано. Вы все, вы все звероподобные, правоходящие, подохните, понимаешь? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА